Музыка Приезжай, милый дедушка, Христом Богом тебя молю, Возьми меня от седа, пожалей ты меня, сироту несчастную, А то меня все колотят, а кушать страсть как хочется, И спука такая, что сказать нельзя, все плачу, плачу. И до самого конца. Подожди, а как же это будет? Come to see me, my dear grandpa. Слушай, Андрей, мы уже опаздываем. А перевод? Потом закончишь, пойдем. Ну здесь чуть-чуть осталось. I'm crying all the time to the country where the grandpa lives. Все. Андрей. Светлана Алексеевна, я убегаю. Ты же не ел ничего. Так я худею. Заметила. Андрей, ты газет сегодняшних не видел? Не знаю, не знаю. Посмотрите на столе. Кстати, от них портится аппетит. Еще Булгаков говорил. Да, жалко это, Аркадий Борисович, не слышал. My dear grandepa. Что это, он домой пишет? Ой, это же письмо чужое. Чужие письма читать нехорошо. Ой, ну с другой стороны, вроде бы не чужой человек, вроде бы зять. Ой, нехорошо. Я английского не знаю. Зато его знает Женька. Сегодня случайно я не хотела. Ну, вы понимаете, в России у Андрея никого нет, кроме нас. И мы должны быть уверены, что у нас ему хорошо. Вот, короче, это его письмо. И, насколько я поняла, он пишет своему деду. Ну и как ему хорошо? Ну, а понять это нам поможет Евгений. Это с его оценками по-английскому. Твердая тройка, папа. Это 60% усвоенного материала. Мама, а как ты считаешь? Нехорошо, конечно. Но, раз мы в ответе, то да. Так. Дорогой дедушка. Константин Макарич. Нифига себе у них имена. Так. Ну, здесь он его с Рождеством поздравляет. Летом. А у них всегда лето. Так. Забери меня отсюда. Так. Бедный. Фил. Чувствовать. В общем, я плачу все время. Что, это все письмо? Нет, здесь еще написка есть. В страну, где живет дедушка. Твой маман. Гарвард. Ну, подожди, Аркадий. Может, он не знает, в какой именно стране живет его дедушка. Ведь у них пенсионеры любят путешествовать. Мама, подожди, семью надо спасать. Кормить надо лучше. Чем ты его кормишь? Сало, пельмени, да это квашеная капуста. А это все наше живет. Тем более, это не еда, а закуска. Короче, мама, ты отвечаешь за питание, а ты, Аркаша, за досуг. Его козла забить танком не затащишь. Ну, откуда ты знаешь? Может, у них козлы священные. Это у нас козлы священные, поэтому их так и много. А я знаю пару игр. О, нет, твои точно не годятся. Откуда у него деньги? Доверяй профессионалам. Все негры играют в баскетбол. А ты, Аркаша, купишь ему немного музыки. Музыки, что они там слушают? Ну, уж точно не Вертинского. Сколько раз я вам говорил, мы, люди современные, должны слушать рэп. Значит так, ты напиши на бумажке все группы, Женя, ладно? Давай. Или потом с ним нужно обязательно побеседовать. Помните, вначале было слово. Эх, сказал бы я сейчас это слово. Ой, вы такой остроумный. Дару, что правдом. А я вам еще анекдот расскажу. Подождите, подождите, я вам сейчас такое расскажу, умрете. Говорите же. Парамоновы потихоньку сходят с ума. Да, я была у них дома, там склад. Какой склад? Настоящий склад бананов. И музыка странная играет. Я вот что думаю. Маринка вышла замуж за африканца. И всю семью с собой туда уволокла. Куда? Ну, куда. В тихую и спокойную жизнь. Где человеку врат. И нет насилия, нет войн. Где все живут в гармонии с природой. В Африку? В дурду. Я этого позволить не могу. В Рамоновых я еще со школы знаю. Они мне дороги как память, как слух, как обоняние. Это что ж такое получается? Если взять африканец, то тесте русскому человеку теперь с копьем бегать надо? Да. Нет. Как управдом, как место, так сказать, власть, я так скажу, я не согласен. То есть, как это не согласен? А кто говорил, что ради счастья любимой дочери готов на все? Но, дорогая. Ничего не хочу слушать. Надевай. Так, вот тебе стихи великого африканского поэта по имени Эминем. Иди учи. Мам, Эминем белый и американец. То есть, как белый? А он мне сразу не понравился. Ну, хорошо, тогда вот тебе стихи другого афроамериканского поэта Майкла Джексона. Что, тоже белый? Ну, знаете ли, на вас не угодишь. Так, к бананам претензий нет? Нет. Хорошо, хорошо. Жалко, маловато купила. Надо было еще десяток килограммов. Ладно, поручим бабушке. Ну, где же взять клыки крокодила? Пап, да не расстраивайся. Если бы Пушкин жил в наше время, он бы точно читал рэп. С чего бы начать? Думаю, начать с самого главного. Ну, Анри, все мы знаем о вашем знатном происхождении, что вы сын африканского короля. Да я... Похвальная скромность. Я вас прекрасно понимаю. Вы знаете, мне частенько самой тяжело приходит сохранять традиции нашей семьи, когда муж моей дочери... Аркадий Борисович? Ну, он самый. Вы же меня понимаете. Мы с вами потомственные. Соль земли, так сказать. Соль земли? Да. Это как сахар-песок? Ой, не совсем. Я просто хотел сказать, у нас с вами много общего. И вам дорогие традиции русского народа, традиции нашей семьи. А, знаю, знаю. Главное, отметить, да? Как говорят русские, ваш праздник, наш праздник, да? Русские так не говорят. Да? А как же у вас два Рождества, языческая масленица, коммунистический Первомай, непонятно вообще, чей Хэллоуин и День всех влюбленных десантников? День влюбленных и День десантников – это два разных дня. Ну вот, ещё лучше, веселее. Да, русская традиция – явление чересчур запутанное. Надо было с кухни начинать. Так вот, Анри, русская национальная кухня. Так вот, Анри, мы давно хотели с тобой поговорить. Ты нам очень нравишься, и нам бы хотелось, чтобы у вас с Мариночкой всё было хорошо. Спасибо. Но у нас вроде и так неплохо. Ну вот, а мы хотим, чтобы было лучше. Мы с Аркадием Борисовичем давно живём друг с другом и знаем, как важна атмосфера в семье, как важен быт. Да, чего у нас столько не было. Аркадий, вот, Анри, нам бы хотелось, чтобы ваши чувства не разбились о мелочи жизни. Ну вот, бывает. Забыл-то пустить стульчак в туалете. Анри, я думаю, что наш уклад жизни существенно отличается от того, к чему ты привык. Да не так существенно, но... Так мы вот о чём. К чему ты привык, не стесняйся. Знаешь, как мы с тёщей собачились? Она говорила, ах, оставьте меня, у меня мигрень, вытряхните половички и саби. А сейчас. Аркадий, я прошу о моей маме в таком тоне не высказываться. А главное, будь мужиком. Захотелось тебе пивка. Купил бутылочку, выпил с друзьями, выходной. Так, знаешь что, ты своим пьянством мне лучшие годы жизни испортила, и я не хочу, чтобы моя дочь... Пьянством? Это я-то, который каждую копеечку в дом, а? Выходные, всё по хозяйству, бутылка коньяка на день рождения, а? А ты знаешь, чем я дышу? О чём я думаю? Ты знаешь? Знаю! А дышишь ты своим дурацким отваром из трав по своим шарлатанским статьям, а думаешь только по своим этим гороскопам на неделю, что меня ожидает в начале? Ступенька новая в карьере или этот крупный выигрыш? Ах, так! А главное, Анри, уступать друг другу. Вы сами посудите. Были люди, как люди. Подъезды не убирали, за детьми не следили, долги не отдавали. В общем, наши. А теперь что? Что? Вот именно что. С утра до вечера вместо родной попсы рэп какой-то, шум какой-то показательный, мечи о полк бухает, тан-тамы стучат, бананами весь подъезд пропах. Приятный запах. Нет, вы не понимаете, это всё не случайно. Этот Анри, я вам скажу, так просто на москвичках не женится. То есть? Ну, где вы видели африканца, чтобы он женился на москвичке и остался жить у неё дома? И это с нашими родственниками и соседями. Да, с нашими я тоже не смогла бы. Ну, так вот. Вот. Это секта, а может, ещё хуже. Это план. Сначала Макдонасы, а потом до вечера и к обществу добрались. Мне кажется, вы преувеличиваете. Просто они хотят, чтобы Анри у нас была как дома. Это политическая близорукость. Это он хочет, чтобы мы были как у него дома. Нет, я Барамоновых так просто не отдам. Спасибо за компанию. Мне пора. Мне пора. Дядя Джон. Чё? А о чём ставки? Что? Ну, сердце играет в лапту. Какие ставки, Евгений? Это же для души. Это тебе не боб-слейбол какой-то. Это же наше родное. Салочки, городки. А вы сами играете? Нет. Но мы с твоим папой до днях собирались. Не выйдет. Он пока всех великих рэперов не выучит и зачёт маме не сдаст. Из квартиры не выйдет. Ну, ещё один. За двоюродную сестру. У меня их восемнадцать. Ну, ну и здорово. Неплохо, конечно. Но три килограмма бананов за всех родственников. Плохо. Ну, тогда будем пить чай. Чай? Да. Конечно же, чай. Отлично. Вот. С твоим любимым вареньем. Банановое. Последний раз предупреждаю. Никаких личных вопросов. Да, он реальный корефан Шакила Анила. Да, они играли вместе за сборную Гарварда. Но он об этом не любит. А по сотке за один урок недорого? Ты соображаешь, что ты говоришь? Он Денни Суровману до сих пор по телефону новые прически подсказывает. Не, Ребзя, скидываемся и поехали. Крюки там, блокшоты. Привет, Анри. Я тут подумал. Ты, наверное, тоскуешь по вашим развлечениям. Давай сыграем в любимую игру. Шашки? Откуда ты узнал? Хорошая шутка. Смешная. Я же говорю, он приколист. Мы тут с парнями решили тебя поддержать. Покажи нам что-нибудь. Дриблинг там. Да я, в общем-то... Я же говорил, никаких звёздных понтов. Ну, Анри, ну давай. Люди специально с уроков свалили. Я тут мимо шла, а у вас дверь открыта и стучит кто-то. Я думала, вы ремонт затеяли, а вы играете? Вам что, двора мало? А Анри во дворе стесняется. А вы нам можете помочь? Как? Ну, сдать 100 рублей на сетку для кольца. С чего бы это? Понимаете, ЮНЕСКО объявил этот год годом помощи африканцам в России. Ну, вы-то слышали об этой акции? Конечно. Так вот, если Анри нравится то, что мы для него делаем, нас за помощь наградят кругосветным путешествием на белом теплоходе. Здорово. А что мы делаем? Ну, мы создаём Анри комфортные условия, чтобы он чувствовал себя как дома. Вы тоже присоединяйтесь, только больше никому. Корабль маленький, мест на всех не хватит. Всё, хозяйничайте. А, так вот, скамейка расшаталась, а стулер заболел. Так вот, решил сам молодость, так сказать, вспомнить. Ну, похвально, похвально. Вы случайно не знаете, сколько крокодил в духовке тушится? Чего? Да так, ничего. Жаль, что у нас гастрономии слонятиной не торгуют. Чем? Ой, да ничем. Ну, где же всё-таки купить-то эту ритуальную маску племени Бурунди? И вы туда же. Ой, ну ладно, заболталась я с вами. Мне бежать надо, надо ещё спить, нос проколоть. Нет. Ну, это ни в какие ворота не лезет. Это ж дискриминация какая-то. Руки прочь от русской культуры. Эй, пора брать слона за рога. И это правильный ответ. Ес, я так и подумала. Напоминаю, что тема сегодняшней игры «Африка». И наше следующее задание – самое популярное в Африке блюдо. Шесть букв. Ой, зятёк, это точно по твоей части. Оливье. Подходит. Точно, это Оливье. В Африке много французских колоний. Селёдку под шубой ещё скажите. Бананы? Правильно, бананы. Что за бред? У нас им только скот кормят. Самый популярный среди представителей африканского континента танец. Семь букв. Облегчим это сложное задание. Откроем среднюю букву. Это дефис. Хип-хоп? Конечно же, хип-хоп. Это вообще программа для нормальных людей? Что за дурацкий вопрос? Я хип-хоп первый раз только в Гарлурде услышал. Наше новое задание. Самая популярная среди африканцев игра. Девять букв. Баскетбол. Это баскетбол. Ну и при чём здесь Африка? По-моему, мы смотрели телевикторину «Добрый вечер, мой Гарли». Мариночка, стой. Послушай, я давно хотел с тобой поговорить. Наверное, я чего-то не понимаю, но твоя родня. Что ещё? Ну, конечно, питаться бананами с утра до вечера – это полезно. Но у нас же есть картошка. Я видел. Ну, хорошо, мой сладенький, я приготовлю тебе всё, что ты захочешь. Да я не об этом. Я не могу каждый день часами слушать рэп. Твой отец всё несёт и несёт, несёт и несёт. А эти баскетбольные мячи меня просто в отцне преследуют. Андрюшечка, ты просто устал, солнышко. А родные о тебе заботятся. Пожалуйста, не обижай их. Хорошо. Если так надо... Всё, мой сладенький, я побежала на работу. Ну, надо ж, как всё получилось. Оказывается, стереотипы и примитив. Ну, ладно, мы старики, отстой. Ну, ты-то, сын, как мог такое допустить? Ну, я по телеку смотрел. Баскетбол – игра для чёрных. Я же не знал, что он шашки любит. Не надо во всём винить ребёнка. Каждый делает всё, что мог, из лучших побуждений, а не ради корысти. И так? Да. Вот. Значит, все деньги от баскетбола пойдут в фонд примирения семьи Парамоновых. Я думаю, ЮНЕСКО не будет против. Пап, это называется рэкет. Что у нас опять? А давненько я не ел бананов, баш? Да, 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 да. Стой, 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 стой. Вера. Ничего не понимаю. Вера. Марина, я ничего не понимаю. I don't understand. Нет, это как раз я могу понять. Я другого не понимаю. Я тоже, Андрей. Давай помоги мне. Так, всё, с этим пора заканчивать. Они все почему-то против меня. Они? They. They against me. Что? Кто? В смысле, who? Да все. Сначала подаваем варенье с баскетболом и рэпом. А теперь, значит, не трогай то, не трогай это. Я что, маленький, что ли? Ой, Андрей, милый. Ну что, ты всё преувеличиваешь? Они тебя очень любят. И я тебя тоже очень люблю. Но если ты не хочешь мне сейчас помочь с английским, подожди часик, потом всё обсудим. Ещё часик. Интересно, что будет через часик? Не трогай эту гадость или скушай ещё бананчик? Значит так. Как управдом, официально заявляю. Если вы не прекратите заниматься подрывной деятельностью, если мои соотечественники Парамоновы и дальше будут под вашим влиянием предаваться буржуазному разврату... Что, простите? Не надо иронизировать. Зарубите себе на носу. Кузьминки и мытищи никогда не станут вашим гарнемом, какими-то Бандустаном. Свободу Нельсона Манделе! Так его 10 лет назад выпустим. Это временно. Руки прочь от русских берёзок! Красиво. Вы бы чаще вспоминали о ней, а? Антон Павлович Чехов 100 лет назад умер. А вы об этом помните? Чехов? Жаль. Не знаете вы своей страны и не любите, не любите. Что это? Так это вы телефон оторвали. Единственный. Представьте себе, да. А что? Тогда заходите. Поговорим. Очень хорошо, что вы все в сборе. Я давно хотела спросить, а что вообще дома происходит? Откуда взялись эти постоянные буги-вуги? Почему весь холодильник забит бананами, а все углы баскетбольными мячами? Это что, заговор против Анри? Ну нет, понимаешь, дочка, нам показалось, что Анри у нас немного неуютный, и мы решили вот... Да, пусть он чувствует себя как дома. Баскетбол там... Любимая еда... Ну с чего вы взяли, что это все ему нравится? Анри любит шашки, пельмени, Вертинского, Есенина... А зачем он тогда письмо написал? Какое письмо? Ну, дедушке. Константину Макаричу. Кому? Любимый мой брат, для того, чтобы произнести полное имя его дедушке, тебе трех минут не хватит. Это я его попросила Чехова на английский перевести. Молодцы. Зато теперь он у нас настоящий Ванька Жуков. Ну, а что же нам делать? Делать из него опять, Анри. Пой же, пой в роковом размахе, этих рук роковая беда. Только знаешь, пошли их всех... Правильно! Не умру я, мой друг, никогда. Есенин, можно я тебе поцелую? Горько! Пятьдесят шесть. У меня. И у меня, и у меня, и у меня. Акаш, у меня, и у меня. У меня. На одиннадцать барабанной палочкой. У меня, у меня, у меня, и у меня. Ну что, Анри, соскучился по родным лицам? У меня еще столб для жертвоприношения есть. Я надеюсь, у вас есть, куда поставить. Акаш, акаш. Акаш, акаш. Акаш. Академия. 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 Продолжение следует...